Я сначала хотел объяснить, откуда эта тема взялась, и сказать, что я рассматриваю доклад скорее как методический, потому что я подозреваю, что много из того, что я рассказываю, в общем-то специалистам известно. Работа появилась очень просто. В шестнадцатом году меня пригласили на школу, где, вот так сказать, векции читать по интеллектуальным системам и финалинке жидкости. Когда я готовился, я, собственно, к этой задаче пришел. Я стал смотреть разные работы по движению жидкости. Там все знают, что часто обнаруживаются структуры, которые часто включаются в интеллектуальную систему. Вот. Иногда да, иногда бывает, что у меня. Вот. О чем речь пойдет? Значит, ну, первое, о чем пойдет речь, это о том, как, так сказать, проявить вот это вот появление комбинтоновых систем и быть несимпретическим кинтемархизмом в привлечении бездивергентных бежков. Вот. И затем показать, что иногда бездивергентных бежков, когда мы входим, может быть вложено в комбинтонную систему. Вот. Ну, и тогда после этого еще, так сказать, посмотреть, если мы рассматриваем систему бездивергентную. Я все время буду говорить только о трехмерных случаях, потому что задача многомерная, она, в общем-то, другая. И тогда возникает вопрос, можно ли такую-то разумную теорию возмущений, похоже на он живет, интегрированный сибиридентных систем, и даже какие-то марианты, похоже на то, что делается в живетонном случае. Ну, вот, в общем, собственно, вот это вот крылья. Следующий вариант сегодня. Значит, сразу могу только сказать, что, хотя мы начинаем, так сказать, с движения жидкости, два грандевого описания, так? Ну, а такие модели, где появляются дивергентные бежковные поля, они встречаются во многих задачах, ну, в частности, магнитной гидродинамики, в программах подберывания плазмам, где изучаются, так сказать, поля магнитных линий. И вот, какие задачи сводятся, вот, к каким-то уравнениям. Диверг-то 0 иногда бывает просто искусственно идемное, как бы, время, когда, допустим, движение холма-агнитных линий. Следующий слайд. Вот. Ну, а если, так сказать, мы творим уже об этом, бездиверный объект, то в случае, как я, 3, с координатами x и x, мы имеем вот такую же систему, порученную, и векторное поле, оно описывает движение жидких частиц, здесь жидкость сжимаема, когда дивергенция векторного поля равна 0, и мы получаем, то есть, дивергентные векторные поля. Значит, мы будем рассматривать дальше автономный случай, поэтому зависимости от Т здесь не будет. Если рассматривать периодически зависимость от Т, то вот, когда мы приходим к задаче изучения бездивергентных гипернацизм, то есть, сохраняющих объемов, и, так сказать, у нас были интересные задачи, и много работы на эту тему рассказать, и мы когда это сделаем. Ну вот. Кроме того, мы будем часто предполагать, соответственно, поле автономного, это вот, извините, автономное бездивергентное векторное поле, имеет, ну, межлокальную секущую, на которой мы, собственно, и будем получать синтептические пневмарки. Следующее. Значит, удобнее, чтобы как-то изложить в такой безкоординатной форме, удобнее все это представить бездивергентного гипернацизма, сюда, с координатами. Значит, для этого мы рассматриваем трехмерно ориентированное многовое разе, М, на котором задана гладкая форма объема, невыростная, плотная, значит, тогда каждое векторное поле гладкое, наверх, оно порождает некоторую функцию, которая называется дивергенция. Эта функция определяется вот этим соотношением, где, вот, что это соотношение означает? Если мы рассмотрим векторное поле и в омега вставим в это векторное поле, то мы получим два форма. Теперь, если мы эту форму, возьмем ее внешний дифференциал, то мы получим уже три формы, поэтому она должна быть пропорционально омега, и вот коэффициент пропорциональности, точнее, функция пропорциональности, это и есть дивергенция векторного поля х. Значит, если она отождественно равна нулю, то мы говорим, что поле без дивергенции. Значит, ну, для любого дифференциал, как обычно, можно определить перенесение назад этой формы вот таким вот образом, и тогда, если дифференциал, если дифференциал не творяет вот этому тоже, то есть сохраняет эту форму, то мы говорим о том, что дифференциал сохраняет форму амега. Следующий, пожалуйста. Ну вот, если мы имеем бездивергенции векторного поля, тогда поток этого векторного поля, то есть анопрометрической группы дифференциалов, сдвигав вдоль орбиты этого траектория, этого векторного поля, она состоит из бездивергенции дифференциалов. Следующий, пожалуйста, стандартный пример трехмерного дифференциалов векторного поля, это, естественно, поток на не особо уровне функции гометона для гометонного векторного поля на некотором гладком синтептическом мебообразии N с синтептической формой омега-мебообразии применения наном H. Значит, если мы предположим, что на некотором уровне дифференциал отличного поля, то есть это невырожденный уровень, тогда это гладкое многообразие, ориентированное. Значит, поток геметонов сохраняет форму омега и поэтому сохраняет форму объема омега на омега квадратных форм. Значит, теперь, если мы на этом многообразии зададим гладку некоторой риммонуметрии уже, тогда мы имеем корректно определенный векторный уровень градиента этой функции H и оно определяется известным образом вот этим соотношением. Значит, по конструкции мы получаем, что градиент не равен нулю, значит, раз не выжить, поэтому можно определить вот такую функцию ро и затем определить векторное поле вот такое вот. Оно обладает вот таким хорошим свойством. Теперь, если мы на вот этом трехмерном уровне H равно C определяем вот эту форму омега, то она невыразнена положительной является форма объема. инвариантами относительно потопа. Ну, известно, что в тарице физической физике это называется обычно нерволюбие. Следующий векторное поле во всех точках этого подмога, подмога, братья, трансферсиально этой секущей. И мы также предположим, что для некоторой подобности на секущей траектории возвращаются из конечного времени на верну. Тогда определено выражение Монкаре на этом n1 и это выражение дефиморфизм из n1 на ее образ. Тогда, как известно, Монкаре определяется обла... выражение Монкаре определяется следующим образом. Если мы берем точку x, то в p от x определяется вот такой формы известной. где t от x это есть время первого возвращения на n для орбиты проходящей через точку x. Силу трансверсальности n t от x зависит от x и мы имеем гладкое отображение Монкаре. Значит, вот это утверждение используется во многих работах, так сказать, в неявном координатном виде, что b является отображением Монкаре, таким образом определено оно является симпликтическим относительно формы омега икс на пен. Значит, ну, сейчас если омега икс не говорят, что такое форма омега икс? Понятно, что такое. Для того, чтобы определить форму, два формы на этот н, вы определяете касательные векторы, у вас еще есть третий вектор, который вдоль поля, теперь вы все это переносите дефиоморфизм потока или сечения и затем считаете, проектируете полученные векторы на реобразе секущие и оказывается таким образом определенная форма омега икс она является симплектической невыразленной то есть замкнутой невыразленной формой и отображение относительно этой формы симплектично. Ну, как только мы знаем, что появилось симплектическое отображение, значит, у нас на двумя многообразия на этой секущей мы получаем что значит, получаем все, что мы знаем про отображение симплектическое оно здесь может быть ну, в частности храм-теория если, так сказать, там есть какая-то система, например, есть возмущение плюс малое так сказать неинтегрируемое плюс малое возмущение вот интегрируем понятно существование на вариант нефтическое для этого отображения вот если есть область заполнена периодически замкнутой вариантами кривой безамкнутой соответствующего отображения то при возмущении мы можем использовать результаты теории теории резонансов в общем все что мы знаем про поведение хаотическое тоже здесь естественно все можно сказать применено для изучения ну конечно не обязательно что поток имеет глобальную секущую иногда мы можем только иметь локальную секущую например если мы рассмотрим известный ABC поток на трехмайерном туры который встречался сейчас с медом то он скорее всего не имеет глобальную секущую ну с другой стороны поскольку там есть много периодических исследовательных локальной секущей существует поэтому мы в этом потоке можем обыкнуть структуры характеристик следующих для инвестиционных тиск значит если мы эту схему как бы пытаемся применить для периодических потоков то мы получаем сохраняющие объекты феморфизма вот и так сказать там тоже часто наблюдают структуры которые похожи на структуры гамильтоновой динамикой но там есть все-таки большая разница потому что сохранение объема это более так сказать жесткое условие поэтому оно дает больше свободы для поведения теперь мы рассмотрим случай когда мы имеем глобальную ситуацию значит это означает что если мы имеем для м бездвергентные векторное поле на м имеет глобальную текущую значит существует некоторые замкнутые гладкие подмногообразия м так что все орбиты его пересекают трансверсально и каждая орбита начинающая с точки чем она обязательно возвращается в законечное время тогда определено в жерком коре отображение глобально на н а само м тогда является косым произведением над с1 со слоем н другими словами м дефиоморфные настройки над дефиоморфизм мы с так сказать функцией ну функцией возвращения которая есть просто время возвращения для орбиты в этом случае в этом случае мы хотим как раз и показать что в этом в этой ситуации когда имеется глобальное секущее для вот этого бездивергентного потока тогда можно настроить многообразие до четырехмерного некоторого симпатического многообразия получить некоторую функцию гамильтона на этом многообразии и так что на этом некотором уровне этой функции поток совпадает вот с векторным полем на х а само многообразие естественно дефиоморфный поэтому многообразие м точнее говоря вот справедливо сказать существует гладкое многообразие размерность четыре симплифтической формы включение и м в м с волной стильдель и гладкая х определенная на м с волной такая что векторное поле которое переносится х расширяется до векторного поля на всем многообразием с волной которая является гамильтоном в функции гамильтона аш а под многообразие и от м совпадает с некоторым уровнем аш на с для с надлежащего к следующего уровня ну два слова просто как это делается 15 а я просто что это покажет это покажет когда есть глобальные секущие на самом деле то что получено так сказать секущие секретические это не случайно это просто фактически есть гамильтоновая система четырехмерная берешь ее уровень и на этом уровне строишь как обычно секущие то же самое так и на нем получается вот тот симпликтический дефиомарлин который то есть это все так сказать связывается в один какой-то цепочке ну вот ну фактически для того чтобы построить вот это многообразие используется та же конструкция настройки только как как мы делаем как обычные конструкции настройки я напомню вот у вас есть многообразие на нем дефиомархивы значит что вы делаете ну так сказать вручную делается так вы нажаете на отрезок так векторное поле определяете просто из прямых как сказать дпдр равно с точкой ну единичный векторный поле а склейкусь на торцах осуществляете так точка x в единице склеивается сверпат x в нулю при этом у вас естественно получается уже на единицу больше размер с многообрази настройки а и поток превращается в поток ну надо позаботиться чтобы не заботиться можно так сказать более вариантную конструкцию так сказать просто действия группы z на произведение прямой на вот это многообразие на нем определить свободное место крафтеризовать получается вот это а здесь мы делаем так например то же самое только вместо умножаем на прямой мы умножаем на вот и определяем вот такое действие на это многообразие затем по это действие тоже так сказать свободное дискетное значит у него можно авторизовать получается гладкое многообразие размеры с 4 вот и вот это есть регулярное накрытие многообразие значит так же если прожокторизовать только вот это и с действием вот этим вот которое определяется вот этих координат вот получается после авторизации цилиндров вот и получается фактически следующий комбинативный диаграмм вот значит вот это вот таким образом после авторизации м а если вот это получается вот это просто кольцо цилиндров вот дальше на нем определяется поток фактически это прямое произведение фактически прямое произведение вот потому что видите поток точно так же являются вот единственное что нужно проверить что полученный поток который так сказать мы продолжим он является гамильтоном то есть есть какая-то функция гамильтона то что он может быть не гамильтоном он может быть например либо бездивергент либо он может быть локально гамильтоном но глобальной функции гамильтона не существует вот это проверяется следующий пожалуйста значит ну доказывается что что сохраняет форму, форма подымается в предыдущей слайде. Форма здесь определяется стандартной формой цилиндра, а потом она подымается сюда, а М получается вот эту форму лямб, о которой я говорил, то есть с помощью П со звездочкой переносится назад форма, как известно, в следующий слайд. Ну и дальше проверяется, что выполнено вот это раз, то есть доль этого форта сохраняется потоком, который построен. Дальше следующее проверяется, что это форма замкнута. Следующее. Вот. И дальше, чтобы показать габельтоново, проверяется, что интегралы по периодам рождественного уровня нулю, и поэтому на самом деле этот поток габельтон, значит существуют глобально определенные функции габельтона, и следовательно это действительно габельтонов, а положение вот этого, оно дает, вот эти натягли. Ну вот, так сказать, вот как бы мы связали как бы в одну такую кучку. Следующий. Ну а теперь давайте поговорим, так сказать, что можно, можно ли как-то… Понятно, что вот эта конструкция не работает, если у нас бездивергентный поток имеет состояние равновесия. Как только появляется состояние равновесия, все это, так сказать, ломается и, так сказать, нужно… какие потоки нужно изучать в состоянии равновесия. Ну вот, например, есть работы Бирага Ушильникова, которые изучали, так сказать, динамику в окрестностях петли седлофокуса бездивергентной системы. Здесь интересный факт состоит в том, что когда вы изучаете вот эти вот гомоклинические задачи, где, как известно, вот, например, седлофокусе, динамика существенно зависит от седловой величины. Так вот, когда система бездивергентная, за счет того, что в состоянии равновесия у вас обязательно сумма реальных частей отрицательных и положительных, должна быть равна нулю, это означает, что у вас всегда, где это самое, седловая величина всегда положительная. А это, как только есть петля, приводит сразу к сложной динамике, которую вот Шелик, собственно, в свое время обнаружил. То есть здесь всегда сложная динамика, только здесь гомоклиническая. Если, например, мы имеем седло, вот, то там, конечно, может быть не сложная динамика, но там тоже седловая величина положительная. А это означает, что когда вы смущаете систему с петлей, то у вас обязательно рождается седловой цикл. Если вы имеете, например, ситуацию как в лондонцевской системе, то есть когда у вас есть две петли, рождаются два цикла, а эти два цикла уже между собой многообразие пересекаются, у вас сразу появляется сложная динамика. То есть здесь поэтому естественный вопрос возникает, а можно ли объявить какие-то системы, которые интегрированные называются. Так вот, значит, мы называем поле интегрированные, если существует гладкий интегрированный, естественно. Я напоминаю, что вообще говоря, для трехмерной системы интегрируемость называется, когда есть два интеграла. Два интеграла. А мы будем требовать один только интеграл. Часто для вот этих задач, по крайней мере, это бывает достаточно. А вот тот случай, когда есть два интеграла, мы будем называть суперинтегрированные. Ну вот, значит, если систему интегрируем, тогда возникает вопрос, что является множеством уровнем интеграла, какая динамика на нем и так далее. Все, давайте дальше. Значит, итак, первое, что мы получаем. Посмотрим его разный уровень интеграла. Так? Это что за многообразие? Во-первых, доказывает, что оно, это подмогообразие, ориентируемое многообразие. М, оно ориентируемое, это замкнутое подмогообразие. Поэтому это инвариантный торт. Обязательно. Теперь, что будет на торе? Что будет на торе? На торе, оказывается, будет система. Как мы знаем, на торе может быть многое. Ну, в частности, могут быть слоения риб, ну, так сказать, речейки риба. А то, потому что у себя на весе не идет. А? А то, потому что у себя на весе не идет, да? Да, да, да. А с ней не выигрывает. Потому что нет. Так вот, оказывается, здесь уже есть некое различие с габильтоновой интегрируемой динамикой. Потому что, как мы знаем, если у нас система интегрируемая габильтоном, то тогда всегда на торе – линейный поток. Автоматический. То есть, здесь может быть нелинейный поток за счет вот чего. А еще здесь следующий слайд. Здесь, во-первых, доказывается, что можно… Значит, показывается, что на поток на торе обладает гладким интегрируемой всего. Гладкой формой – это означает, что мы имеем, так сказать, поток с инвариантной меры с гладкой. Вот. А поэтому, так сказать, все определяется фактически числом вращений – рационально и рационально. Вот. Но, тем не менее, как мы знаем из теоремы Колмогорова, в том, что если взаимоотношения между гладкостью и, это самое, числом вращения, так сказать, более сложные, то есть, есть примеры, например, поток с рода, примеры класса системы класса С2, который на торе с инвариантной мерой, тем не менее, поток обладает перемешивающейся. То есть, является в органическом качестве. Дальше. Дальше. Ну, вот это вот как раз об этом речь, вот как вводится, значит, если ввести координатор, получаем вот такую систему, значит, вводится в эти числа, так сказать, отношения к числу вращений. Дальше. Дальше. Значит, можно спросить, а что будет, если у нас исходная система аналитическая, можно ли аналитически все конструировать? Дело в том, что мы, то что мы используем, на самом деле, мы используем гладкие свойства, а аналитичность как здесь, потому что при построении, например, риммонометрики нужно, там, разбиение единиц использовать, а его может не быть, если аналитической системой. Ну, здесь надо по-другому действовать, надо просто использовать, например, вот теорему Морри-Граурта, вложение аналитическое многообразие в вариант, некоторые размерности, вот, аналитические, а потом здесь индуцировать на нем, соответственно, форму, а потом, как следующее, смеетесь. Дальше. Так что еще можно здесь проделать? То есть можно посмотреть варианты для этого интегрированного случая. Дело в том, что когда вы рассматриваете функцию, в смысле интегрированный поток, у вас порождается расстояние натора, вы можете смотреть, что у вас будет, может показать, что если, так сказать, критические уровни, это только не вырожденные окружности, ну, там есть понятие аналог Готтовского интеграла, так сказать, то, что у вас должна быть функция Морса, вот, тогда вы имеете либо эллиптический случай, либо гиперболический случай. Дальше гиперболический случай порождает сепаратрисы, то есть многообразие двумерные, которые у вас, получается, расстояние наторы, они могут сталкиваться, так сказать, продвижение уровня F и так далее. То есть вы получаете, то есть можно ввести такой же аналог вот типа молекул, там, и так далее, или как у нас, у нас, в другом, но через кереку, тем не менее, можно ввести вот это все. Ну, и тогда, ну и последний. Что там еще у меня есть? Следующий. Это вот как раз об этом, о том, как устроено. Ну ладно, пожалуй, поскольку время стекло, вероятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!